Фестиваль пройдет в несколько этапов. Один из них – мастер-классы, которые проведут опытные рукодельницы. В их числе Татьяна Неверович. Лучше других ей удаются авторские куклы, утонченные и по-своему притягательные. Впервые мастер будет творить в народном стиле и уже приготовила для курян особый сюрприз. Я уже запланировала, какую куклу я буду делать. И я бы даже назвала ее не совсем куклой, а арт-объектом. Называться она будет «Курская земля». И в ней я хочу включить все фишки нашего любимого города. Заключительный этап фестиваля пройдет в День города. Будут работать фотозоны. Участники смогут закружиться в хороводе дружбы под Тимонью. А у областного дворца культуры развернут палаточный городок с сувенирами и куклами. Мы решили, что этот фестиваль должен стать красивым завершением года культурных инициатив, который был объявлен в Российской Федерации. И показать всем, что Курск знаменит не только Курской Дугой, не только Курской Антоновкой, но что здесь живут потрясающие люди, потрясающие мастера. Для того, чтобы выиграть грант, объединились две общественные организации. И мы взяли в качестве символа вот эту куклу. Это кукла нашей коллегии, которая расписана как кукла пожелания. В её орнаменте заключено пожелание добра, счастья, долголетия. Скоро также заработает сайт, где можно будет оценить работы мастеров-участников фестиваля. Мария Колосова, Семён Ковтанюк. События дня.